здравствуйте продолжая тему подкастов сегодня решили записать вот такой видос на тему первого ножа или самодельного ножа многие спрашивают в комментариях из чего сделать какие материалы использовать и в принципе где вообще найти вот все нужные составляющие для самодельного ножа и в принципе в этом видео постараемся все темы эти осветить то есть это и подбор материала и инструменты с помощью которых можно изготовить и собственно как это можно все максимально просто и дешево сделать ну скорее даже начать то есть более прожженные и опытные бушкрафтеры наверное так знают все эти моменты но для новичков мне кажется не но она будет полезных у нас много ребят то есть в чате канала в телеграме до переходите подписывайтесь на телеграм заходите в чат то есть ребята довольно таки молодые и скидывают ну реально крутые работы но прям самый такой мы не знаю правильно ли сказать или нет улыбательный это гоша то есть парню там 11 12 лет но он уже вот что-то пытается что-то делает старается то есть это не может не вызвать уважения ну да и возвращаясь теме подкаста как раз часто задают вопрос вот что где взять для изготовления ножа конкретно стали больше всех интересуют и наверно разговора старик нужно начать с того каким способом вы хотите изготавливать клинок как ни странно есть два варианта либо ковка либо слесарная обработка ну ковка подразумевает под собой термическую обработку соответственно поэтому мы коснемся этой темы немного позже а сейчас наверно поговорим про материалы для такое изготовление чисто слесарным методом ну да но это самый такой по сути ну не то что примитивный скорее самые доступны то есть с чего стоит начать то есть фактически нужна болгарка какой-нибудь шуруповерт и в целом в целом можно начинать делать ножи да обычно как начинается путь ножи дела это поисковая строка ютуба и как сделать нож своими руками обычно и без гриндера да да без гриндера потому что гриндеры как известно вещь довольно не дешевая но она собственно говоря очень помогает в изготовлении ножей но на начальном этапе можно обойтись и без него особенно если вы не планируете какое-то производство делать но гриндер это все равно что такое узковатый у него профиль ну то есть вот опять-таки мельницкий надо вот он делает ножи ну в разных вот исполнениях и вот я смотрел именно ролик как он затачивает свои ножи у него он разделил на такие две группы то есть изготовления на в точильном круге большого радиуса и изготовления на гриндере то есть киева раньше это тоже изготавливали на точильном круге и у него была такая интересная даже наверное сейчас смешная в чем-то реплика и он говорит вот мастера только начали осваивать гриндеры потому видосу может 4 или 5 лет то есть это вот как раз момент когда все начали реально переходить на гриндеры то что ты покупаешь гриндер учишься на нем работать и реально вот можешь делать все серийно ну сейчас да и сколько приспособлен для них сделано для разных видов и спусков и вообще ну это отдельная история вернемся к основной теме ну самым популярным решением наверное является диски циркулярных пил но мех пила мех пила ну да но это быстрорез но сейчас вот хотел бы как рассказать про вот эти деревообрабатывающие так сказать и полотна это прежде всего равна пила иди и дисковая пила то есть для циркулярки в основном ее можно найти на металлоприемках или где-то там у себя в гараже или у дяди вас в гараже собственно это будет если представить какой-то ржавый кусок металла который как говорят многие деятели на ютубе что отличный материал для ножа но по факту по факту твердость там не совсем невысокая в районе 40 единиц и как бы не утверждали многие люди кто делает именно из равных пил ножи то есть они говорят нет это все ложь там 60 единиц но я не уважать госты почитайте густы нам черным под даже если задуматься пила она вообще работает под очень такой даже ручная пила она работает под нагрузкой а то есть если там будет 60 единиц именно по всей типа площади пилы то какая-нибудь вот какое-нибудь кривое движение и все пила ломается то есть это нелогично зуб да зуб там он может и больше иметь какую-то твердость то есть там же делают на пайке в советское время на пайке не делали но даже если бы твердость была такая вот как заявляют некоторые то в процессе работы пила нагревается соответственно происходит отпуск но удовольствие то сами понимаете когда у тебя идет огромное бревно это если рамная пила рама то какая там температура возникает поэтому данный материал можно использовать ну во первых как тренировочно во вторых если сделать термообработку но опять же для этого нужны какие-то приспособность и приспособления либо горн либо муфи еще минус то всех этих циркулярных пил то что там толщина то она аж небольшая толщина до около двух миллиметров в основном то есть и толще вы вряд ли найдете два миллиметра в принципе можно для ножа использовать но но не фултанк если так говорить то есть сделать фултанк вот но я думаю на кеффорте это более будет понятно то есть вот в это вот в этих местах происходит отслоение рашад ленка да потому что он играет немножко металл и соответственно отклеивается от плашек основная часть клинка поэтому материал сталь которая применяется для вот этих дисковых пил и рамных это в основном 9хф 9хс там и прочие их аналоги стали неплохие но требуют термообработки то есть если вы захотите сделать просто из диска то скорее всего нож у вас получится но характеристики у нее будет так скажем средние впрочем они хорошо подойдут именно для рубящего инструмента то есть где высокая твердость не нужна уже мачете но можно сделать она опять таки тонкий материал ну собственно для мачете не требуется что-то очень не но это если ты рубишь небольшие вот как сзади нас даже но вот это ты уже такой мачетой двух миллиметровый я так скажу же нужно что-то типа по ранга где-то помощнее да и веса побольше а так ну может ну опять таки возвращаясь ко всем этим деятелям выживания то есть небезызвестные личности делаю всякие тесаки и то есть с одной стороны как бы имеет место быть а с другой стороны в современных реалиях дешевле и проще наверно купить все эти вещи ну даже не готовы если вы так хотите все почувствовать таким крафтером то можно купить и какие-то полосы закаленные и делать из них это в любом случае даст более понятный результат который будет предсказуемым не то что вы сделаете там из рамной пилы у вас просто кромка будет заминаться после нескольких ударов ну я знаю что есть много ценителей вот таких ножей без всякой термоопроботки так что не будем судить в принципе можете делать стали но мы же говорим контексте первого ножа то есть в контексте первого это более чем такой доступный вариант следующем по популярности идет мех пила тоже материал довольно распространенный у многих первый нож именно из них пилы что можно сказать о данной стали в основном это r6 m5 ну как принято считать конечно это грубо говорить там очень много для разных целей и разные это там и r18 t3 490 ну словно говоря понятное дело обмену там бесконечных множество грубо говоря до быстрорез в принципе нормальная сталь но твердыми мишка который же знают это высокая твердость но опять таки как я точил на микроподвод то есть но опять таки это вопрос оснащенности то есть если есть возможность сделать микроподвод но если возможности микроподвод нету сделать то лучше этим ножом реально работаете по аккуратнее то есть ну пару раз я все-таки ловил замины и скажем так на мех пиле выправлять их очень очень тяжело то есть на руках это так многих леволит и агрессивный рез то есть какие-то ножи по мясу хорошо ну да в основном вот в комментариях пишут что там деды какие-то знакомые да и сами люди то есть в основном делают вот так линзочку и под такое всякое разделочное действо возник диспут и у нас тут теория против практики и вот по своей практике скажу я думаю помнят все ну ладно не все но точно кто-то видел мой бабушкин нож и он там имеет такой кончик и на кончике кончик он гнется типа гуляет я тоже это вкидывал в телеграм спрашивал почему так и реально я тогда этот кончик перегрел и с одной стороны да он должен назад сама закалиться но он почему-то так не сделал а там по моему была советская мех пила так что я думаю он тоже зависит наверно температуры но вообще как бы до 500 градусов по идее нож должен выдерживать на потому что в основном мех пила на вторичную твердость кому закаливаться но если не углубляться в тему то есть там сначала идет закалка на низкую температуру потом снова то есть двойная закалка и вот после этого металл приобретать такие свойства что он не отпускается при это вы называете самокалы то есть простонародье надо но и тяжело сверлить ее конечно в обработке на сверлить ее даже больше сказать невозможно то есть именно нормально адекватно без каких-то денежных затрат то есть даже самое если сверлить на 4 миллиметра сверлом по керамике дешевым она стоит в районе 100 рублей то есть а понадобятся штуки две-три и главная эта проблема что надо сверлить четко под 90 градусов а сделать это только сверлильный станок который да так потихонечку смазала мама малых скоростях или бормашина то есть я тоже в телеграме это скидывал видос как именно я делаю отверстия именно с помощью бормашины по сути это даже не сверление это вытачивание отверстий но тоже это типа не лучший вариант как тоже мне объясняли но я в принципе согласен как бы отверстие она сохраняет большую площадь и то есть большее пятно контакта именно с этим штифтом ну что у нас дальше какие еще материалы можно использовать но те что без лесарной обработки я так сейчас вспоминаю ничего в голову не приходит в принципе то есть сразу но и всплывает напильники подшипники но это вот уже как раз большого которые связаны с ковкой да и можно в принципе перейти к ним то есть в первую очередь это напильники опять-таки лысые напильники это наверно то с чего начинает 90 процентов сварили видео адвоката и горова проекут как мы в свое время и пошло-поехало что называется ну сталь там применяется на напильниках как всем известно у 10 ну ну и им подразили инструментальный стали в категорию нас не судите если мы где-то ошибаемся в наименовании стали лучше нам и не направляет и да пишите критику то есть это полезно да в общем стали с приставкой у что означает углеродистый то есть там минимум примесей и соответственно напильник как ни странно имеет очень высокую твердость также то есть если мы возьмем и тупо стучим спуске получится у нас вроде остренький ножичек царапает бутылочку а только что-то тверденький он раскалывается просто то есть или его мид ну даже можно уронить просто на бетонный пол и до свидания но это вот вопрос стоит обработать термообработка да но вообще напильники там какая толщина в среднем около 44 но если вот это даже не подойдет любом случае как бы принято напильник в любом случае ковать но увидишь и там ты материал ты его если ладно плоский а если треугольный если он толстый то есть там уже особо не выдумаешь поэтому для этого уже нужен гор горна есть много видео в том числе на нашем канале про как изготовить и как максимально это просто сделать но все равно то есть где-нибудь на балконе уже не получится с таким материалом работать потому что нужны вот такие ресурсы что же то же самое можно сказать и про напильники рессоры и прочие вот стали которые требуют ковки они все как бы хороши то есть и там есть люди которые вообще добиваются невероятных результатов вроде с этими простыми сталями то есть и порезу канатов там и по всем остальным опыт это все опыт и поэтому стали хорошие но вот требуют вот таких ресурсов плане ковки но мы наверное позже немножко подробнее остановимся на таких основных инструментов которые для этого нужны но но вот эти смотри здесь надо просто пройдемся ну и собственно третий вариант то есть вот у нас лесарка и ковка у таких материалов которые самые подножные то что можно найти на металлоприемке или в гараже а сейчас мы наверное поговорим про стали который можно купить потому что сейчас очень развита вообще индустрия это индустрия до ножевая множество магазинов есть которые занимаются продажи и там материалов и для рукояти и в том числе бланков стали то есть там начиная от каких-то порошковых стали но там опять какие все что все что нужно что угодно можно найти свободно плюс этого метода в том что вы знаете что вы получите хотя ну если вы покупаете стали от термиста с именем то какая-то гарантия качества у вас будет и в принципе стали в основном если они продаются для ножевого использования они для этого и приспособлены то есть это не то что какой-то дизель циркулярки а вы делаете нож то есть это конкретно уже проверенный временем стали типах а 12 м в 18 нержавичка если из русских там допустим еще 9х с ну самое то что у нас слуху я думаю да если зарубежных там от 690 джеки и так далее плюс таких стали ну как я уже сказал это то что они уже подготовлены под изготовление ножа то есть там уже будет термообработка у вас будет толщина подходящая для этого дела потому что вот если мы берем ковку то нам нужно будет еще разгонять это тоже не так просто сделать поэтому но ковка видишь в отличие от слесарки на более требовательная к опыту то есть если ты занимаешься просто типа слесаришь ножи это одно но если ты их еще до этого куешь то есть это уже да в народе вообще есть такое понятие вот кованый нож а что под этим подразумевается то есть вот какой какой дешманская фигня и написано кованая сталь там это а по факту это тот же самый прокат то есть нужно различать когда нож именно куется или делается из паковки потому что вот разница в том что вы выпилили из прокатного листа у типа такого и или из прокованного кругляка не будет то есть ценность кованого ножа именно в том когда проковано у тебя и у тебя там все это сделано вот выражаясь языком моего преподавателя по электроэнергетике на житейском объясним то есть вот два якута то есть малый якут и ну тоже по размерам примерно то же самое но этот он точеный то есть единственное что я в горне его закаливал но можно было допустим из такого бланка работать на а это тоже пластинка х12мф но тут уже ковка то есть это же опять-таки закалка и то есть с одной стороны я его ковал но с другой стороны на вот режущей кромки тут тот же самый прокат то есть я ковал только долл поэтому это самое уплотнение о котором все говорили то есть нужно там уплотнить металл 15 раз чтобы он приобрел вот это не то да это надо именно чтобы была проколана кромка был сам именно вытянут из маленького кусочка металла вытянут клинок то есть это да вот должна быть последовательная технология соблюденная только в этом случае нож можно назвать кованым и он приобретет именно вот те свойства о которых говорят да а в остальных случаях как бы можно не париться и брать прокатную сталь которая ничем не хуже вот этой той называемой кованой а потому что как понятно из названия кованая сталь если там есть такая приставка то она будет дороже то есть вы берете даже обычную упаковочку который с кругляка на на молоте электрическом отковывают по факту это будет тот же самый прокат который дешевле ну прокат то это и есть одна из технологий ковки об этом тоже многие умалчивают и по сути там идут вальцы которые это тоже да это тоже можно назвать ковкой тоже уплотнением тем же самым то есть металл также сжимается и при том на прокате все это более выдержанно то есть это тебе не дядя вася подошел там с этим как лягом и начал ковать там он не выдержал температуру еще и уже с микротрещины и свойства стали можно потерять перегрева на дороге эти все максимально выстроенная технология то есть там перепады по температуре вообще минимальные там погрешности практически не должно быть но если добросовестное производство но вот чуть так сказать прервемся а что по деньгам то наверно самый такой насущный вопрос то есть закроем эту тему именно материала то есть ну пойдем по порядку начинали ну да рамные пилы на авито или на каких-либо других площадках можно найти там но можно и знакомых вот как металлоприемки да это все понятно но вот если так что он взял нашел купил то есть но это в основном какие-то барахолки и там цена на рамные пилы в районе полутора тысяч рублей ну как бы я смотрел но убрать но учитывая то размеры да да то есть можно много клинков сделать но не забываем что нужно ее термообрабатывать а это соответственно дополнительное вложение кованые нет них пива прошу прощения это когда мой приоритет в общем если покупать с рук тут как бы тоже надо знать у кого и как покупать я покупаю с рук и мне продают по 400 рублей а потом я зашел на ножевые всякие вот эти каналы там ножевые барахолки и там уже одно полотно можно если оптом можно покупать и за 200 за 150 рублей и как бы как вы да тут вопрос где найдете но в среднем это вот от 300 до 450 рублей где-то то есть ну самый такой прям ну где-то там два ножа получится даже не где-то вот то есть прям такой по характеристикам то есть на разную 10 10 сантиметров грубо говоря такой оптимальному до 25 то есть две штуки получается вообще спал в спокойную если делать подсадной монтаж получится я думаю и больше и ну как бы можно тут фантазировать до бесконечности ну а кован материал который требует ковки в основном это металлоприемки то есть напильники подшипники но это число по весу это все и покупается там тоже у у нас в чатике есть те которые прямо с металлоприемок не вылазят то есть и топоры там отлично но иногда прям жаба душит вот есть такой иван и просто какая у него там золотая металлоприемка там топоры какого-то специально до 19 века просто топоры я не знаю все это какое-то чудо просто не металлоприемка и то есть ну как бы найти вот если захотеть найти можно где угодно даже в гараже можно можно это на или за автосервис заехать подшипники у них всегда есть какие-то по наличию ну просто который отработанный даже с трещинкой взял это и рессоры те же самые но можно найти материал ну и собственно такие стали в зависимости от марки в зависимости от размера но в районе там 700 рублей х12мф можно практически любую купить то есть закаленный бланк все у вас там получится на один но там они посчитай по госту то есть в основном это там 55-60 единиц то есть заявлены да в принципе погрешно 12 до там около 61-62 да вот эти уже пониже 90 вот там до около 56 может быть ну смотря кто как ну тут опять же главное не нарваться на всяких этих ну вот в этом опасно покупать через авито то есть там цены пониже но и вопросов качества может быть больше но вот уже на какие-то специализированных сайтах если не вот если покупать через vk то есть многие даже вот так можно купить у нас вообще переходят да да вот потому что я сейчас так потихонечку закаливаете заготовки кому интересно в принципе наверно оставим ссылку можно но через телеграм я думаю легко найти кому именно интересно и вот продолжу мысль что именно покупая вконтакте то есть многие именно такие около ножевые блогеры то есть там очень все 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 знают и то есть ну допустим как кожа от мони типа все это просто знают что вот все у него покупают ножи делы то есть тут как бы я думаю ну как вот сталь от бурого все да 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 хотя тоже есть там нюанс но вопрос вот уже вопрос ты получаешь с одной стороны ну как бы стабильности доверие но с другом и цену потому что та же х12 мф то есть такая же китайская как у всех ну прокат ну прокат на китайский что очень странно для меня что русская сталь делается в китае прокатная ну это видишь опять и вот она стоит то есть в основном на вид она стоит 700 рублей а у него она будет стоить уже 1300 ну ты как бы за этой плану имя да ну и собственно как мы говорили в начале поговорим про инструменты и начнем вот с кустарщины как самого такого житейского самого сладкого ну чего до всей начинают то есть прежде всего главный инструмент для этого это болгарка это шеем болгарит как и только не называют но видишь типа болгарка если ей уметь пользоваться то есть реально можно достичь довольно таки каких-то крутых результатов но основная проблема была вот когда на начальном этапе изготавливал именно болгаркой то есть спуске допустим делается лепестковым кругом и легко и невозможно да сделать вот чтобы они были четенькие там прям идеального такие ровненькие с двух сторон симметричные при этом там еще идет направление вращения и то есть у тебя на одну сторону получается и надо понимать как ты в какой-то плоскости работаешь и кроме линзы ты по сути ничего ничего и не сделаешь тут как бы ну упрощает жизненная болгарка с регулировкой оборотов потому что то есть выберет там такие перегреть вообще в целом материал то есть на гриндере когда у тебя частотник и плюс водичка всегда раз окунул прошелся вероятность перегрева очень мало если правильно ну вот точно гриндере то с рук работаешь и всегда можно опустили тебя здесь наоборот нож закреплен это раме каждый раз ленин доставать многим по инструменту но видишь на и даже если у вас есть и гриндер и все остальное но еди как единственный вот инструмент для изготовления ножа все-таки он наверное не так удобен хотя можно за хороших результатов достичь но все равно весь функционал он ну вообще если так брать наверно тарелка вот именно с наждачкой это то вот реальность чего начинает 90 процентов первое видео на канале которая сам мое видео как легче просто нет нож своими руками вот там именно технологии если выпилил болгар очка и потом вот этот гриндеры из тарелки и дрели и вот собственно можно сказать что и нормальный нож получился по большому счету то есть там поработал да да как бы вопросов нету первый нож все-таки был и как бы более чем то есть нового инструмента достаточно для вещества и хочет вопрос до заинтересованности то есть мы-то и начинали собственно с диска от циркулярки то есть и у меня нож был миша был нож именно из диска от циркулярки который вот был заточен в линзу постоянно он как-то вот выскакивает постоянный вот ну по продуктам они работали отменно а именно вот что касается работы с деревом как бы приходилось потерпеть и править и вообще толщина там не такая ну в принципе если изготавливать из такого материала то это вообще необходимо как мне кажется потому что это тару ровно жопа ли можно если вы возьмете сейчас но такую заготовку без опыта ну что вы сделаете позвоню толку же самое только вот из этой стали поэтому вариант с таким материал можно рассматривать и с таким инструментом как раз чтобы вы хоть попробовали что это такое но это дело это да очень браться хоть какого-то минимального очень меткое замечание то есть у тебя твой материал он должен соответствовать твоему инструменту то есть и это должно быть должен быть какой-то баланс то есть нету смысла покупать гриндер за 25 тысяч и точить на нем мех пилу и нету смысла покупать материал там за 2000 и просто на уши ну да ты возьми шелмакс такую плашку за 5000 вот как мне недавно подписчик прислал на изготовление и просто его убьешь везда мы сам тем более порошки они же перегреву прям очень такие чутки ну да то есть там если термообработку запороть это все самое главное особенно если опять же упомянем термистов этих известных ну чудо как бы тоже такая маленькая вставка вот говорят термисты какой-то авторский режим а по сути то все закаливают по госту все закаливали тогда несколько справочник там гейлер еще нескольких авторов и то есть если инструментальные стали то ничего нового ты не отберите тогда они не будут соответствовать собственно своим параметрам то есть до поднял на 2 градуса температуру опустил там ну как сейчас открыли в криво как сейчас очень модно вот с порошками поступать ну ну да и с обычной стали но для чего вообще криво делается то есть аустенит аустенит это что это дает вязкость стали то есть чем меньше аустенит этим у тебя тверже сталь получается и вот для этого его опускают вот этот жидкий азот там или в лед очень интересно но ничего не понял я видео про закалку либо уже есть на канале его будет который уже анонсируется не весь сколько там я по-моему эту тему тоже затронул и как раз более подобно рассказал я вот более за не то чтобы прям кустарное изготовление но более такое типа не знаю теплое душевное вот без каких-то заморочек конечно мой стилистика тут больше любишь это технического да да примите изм какой венки такие а я больше вот в эту сторону бушкрафт сторону но это да ладно отвлеклись к инструментам собственно к инструментам которые понадобятся и если мы уже говорим поднимаем типа следующий уровень я бы назвал точила то есть точила в принципе если им научиться работать если покупать на него нормальные круги если покупать туда допустим вот лепестковые тоже круги есть то есть рукоятку тоже там можно обработать из полный цикл изготовления ножа можно сделать на точильном вот это мой плюс достаточно много обучающих вот как и вогнутую ли да я таки то есть материала достаточно много как именно работать с точилом и как вот достигать хороших результатов и многие это производство до сих пор от него не отказались то есть многие на нем и продолжают работать либо на круглых вот этих дисков да 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 круглые гриндеры то есть от этого ты как бы не уйдешь если ты хочешь именно постепенно научиться ну и опять же доступность данного инструмента у каждого в гараже наверное да но они стоят стоят по сравнению с гриндер советском союзе наверно у всех они были ну-ка у кого-нибудь вот это тоже вот как мы начинали я что-то брал у миши какие-то инструменты миша брал у меня какие-то инструменты то есть легче в этом ужин да и жало того нет он уходил он попросил кого-то еще то есть тут вопрос желания опять-таки все упираю можно найти да можно договориться можно попросить и собственно сделать что-то очень хорошая не просто лепить ну кстати говоря мы не упомянули начались раз болгарки а вот если у нас отпущенная сталь приковки можно даже напильником это все обработать да да я делала шкарец клюкарзу из диска то есть я их отжигал и потом именно напильником по направляющей наносил ну как бы за . у меня тоже опыт был и не знаю ну давненько так еще только по началу канала дел из напильника прям в костре нагревала классики и потом напильником вот таким большим с хорошей насечкой очень хорошо спуски снимаются на отожженной стали и в принципе можно вообще без электроинструмента это ну видишь типа подшипник он убьет напильник скорее всего даже если отожженный но я помню делал у меня ну так он подзабился не сказать что вообще умер напильник но подзабился то есть тут тоже такой момент ну тоже можно иметь ввиду если делать с ковкой либо у вас отожженная стали последующая термообработка то есть напильник можно спокойно использовать и как ну и уже вот собственно переходя к ковке в принципе то горно то можно поначалу и вообще не используя то есть мы реально первые наши упаковки это был просто большой костер и какой-то фен вот просто самый дешевый я думаю сейчас за 300 рублей можно да нет помнишь этот горно ракета напильник просто пылесос ракета советские это реально там вот ну мы ощутили что там реально турбина от ракеты по звуку на чистая турбина и то есть это по моему первое такое мое было шоковое состояние в ковке когда мы кладем напильник что-то типа разговаривают пять минут достаем а там от напильника только хвостами капает и мы так просто друг на друга смотрим таки нормально показывается надо было следить но собственно от вы самый простой вариант и наверное надежно это как ты сейчас используешь этот подув для для матрасов да то есть там и такой поду достаточно стабильный и не очень сильно но нет вот как раз таки вот этом насосе для матраса он слишком сильный то есть на если объем самого горна больше то может она и будет как-то вывозить лошадьера и вот этот регулятор да как делает игорь к сожалению фамилию не вспомнил он его он же иван царевич то есть он кует топоры я тоже делал шорт про него и собственно топор вот который я насаживал там 1875 года это тоже его так вот сказочку да он вообще как интересно придумал у него горн это по сути квадрат из кирпича царского выложенными секундочку то есть он там тоже разбирать посыпал поселка разобрал наверно нельзя об этом говорить ну ладно вот и у него тоже большая дуйка и в чем прикол он оставил окошко и поставил дуйку на удаление и получается воздуху следует вставку сделать да и у меня есть да да я скинул меня есть он делился со своими технологиями и то есть реально он достигает даже таким образом хороших температур и контроль есть и то есть это тоже как вариант то есть издалека отдалять то есть сам поддув и просто вот он 0 опять же когда рассматривал варианты вот не покупки гриндера и знаешь гриндеры для уши да 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 я думал вот поставить болгарку а болгарки но у меня обычно без регулятора частоты есть такие короче честочки они там стоят в районе 300 рублей то есть они вставятся от между ноут инструменты и сеть и вот да и не можно и насоса вот я его и купил я про это буду делать я в институте в свое время делал про это научную работу вот это ну диммеры семисторные регуляторы как бы наконец-то пригодилась электроника электроэнергетика собственно на их основе можно сделать очень много разных вот вариантов и то есть да как миша сказал самый простой вариант купить этот самый регулятор просто его засунуть в какую-то розетку на базе розетки и просто там по сути сопротивление то есть он амический ты понижаешь сопротивление ну да там я ворота и падает ну напряжение то есть там синусоида и просто кусок синусоиды он урезается то есть часть напряжения она про она проваливается но но опять-таки с болгаркой с гриндером то есть с большим каким-то мотором уже тоже частотный преобраз у которого большая индуктивность то есть у него большая наводка идет и он этой наводкой он просто сигнал коверкает и он грубо говоря он его убивается что вот когда люди которые не в теме чтобы понимали вот допустим вот мы сейчас говорим вот эта деталька она стоит 300 рублей структур на частотный преобразователь для гриндера я брал стоит 6000 рублей то есть ну для крупного это еще это по-дешевому 6 как бы нормально отрабатывает но вот чтобы вы понимали то есть чем больше инструмент чем больше до рассчитать тем нужно ну я уверен многие кто вот технари то есть кто учился ставят такие штука латтер называется это по сути большущая такая медная обмотка ну реально там весит килограмм 10 и так и такой регулятор но он тоже я так понимаю на сопротивление работает ну то есть ну там просто если его покупать но он тысяч десять он точно встрянет ушли моя тема нет около да около темы что тут вложений может быть бесконечное множество то есть тут какого-то предела тут его нету то есть вопрос опять-таки опять-таки в который раз желание то есть можно научиться работать на точиле у адвоката егорова какой гриндер источило у него вот эти все ролики которые он снял то есть самое такое вот базовое вот именно изготовление которое думаю все знают у него гриндер источило сделан то есть там фанера какие-то ролики и муда и видео достаточно и на ютюбе вот когда мы начинали как-то еще не так это было сейчас про много сейчас я недавно досмотрел прям очень достаточно количество материала чтобы понять как сделать из чего сделать и вообще чтобы нормально это все работало но если не хотите заморачиваться и хотите делать ножи на относительно постоянной основе чтобы у вас получился относительно ровненько гриндер и такая необходимость да потому что иначе можно конечно городить вот эти как я уже упоминал гриндеры для уши но сами понимаете когда у вас болгарка крутит без прерыва а когда ты делаешь спуске гриндер работать без прерыва около получаса там точно ну то есть снялся если не больше да то есть вы сами представляете какое-то напряжение и вот мотор болгарки не сравниться с мотором который на гриндере стоит но он же и на это не рассчитано было понятно да и поэтому вот это все все эти приспособления уши м для болгарки это скорее такая кустарная вещь опять же что-то подточить в гараже но именно для изготовления ножей лучше это не рассматривать а брать уже если хотите будет по сути в пустую вот рачные упомянули вот сделаю вставку наверное гриндер из шлифовальной машинки ленточной вибрационной а ленточная лена сути она работает как тот же гриндер это и ежели на рост а маленький радиус ленты и в него руками работает то есть можно сгородить такую станину можно это все подладить сделать и можно даже хорошие спуски снимать то есть все четенько будет и все хорошо работать поэтому тоже вариант а такие машинки но на то время когда я покупал это года три назад она стоила три с половиной тысячи шести вот так 500 подорожать это в любом случае будет дешевле покупки даже самого какого-то бюджета и там плюс еще есть и регулятор оборотов сразу устроены то есть в этом плане тоже очень хороший вариант и вот ему стоит рассмотреть прям изучите эту тему кому интересно я не знаю потому что видео мы не делали но но там материал можно найти в интернете я вам когда-то нашел да и вы найдете собственно если интересно поэтому как уже было сказано инструмента может быть огромное количество все зависит зависит от ваших целей задач и чего вы хотите достичь достичь если вы хотите делать там вот такого плана ножи то есть которые так сказать приближен приближены к таким относительно производства но скромности миши не занимает когда тут и кстати кстати да вот если мы уж так зацепили специально взял это финка от русского булата кто бы что не говорил я думаю ролик он уже должен вы его уже должны были увидеть по крайней мере он или он есть на канале просто часто пишут или русский булат это про лотерею или это вот про то что это какое-то кустарное производство ну то есть тоже вставим ну вот финка вот ну кто скажет что это кустарщина но если не какие-то вот наплывы если это не брать во внимание то есть это хорошая вот это старшня но смотри если вот я беру в руки да и вот смотрю ним тут есть косики раз и сразу я вижу вот наплыв типа на рукоятке вот тут скос а тут резиновая рукоятка который человек чепушно делает но минимальный наверное погрешности за до брака ну все равно тут как не ну вот я ничего не могу по этому поводу сказать потому что не пробовал и вообще не знаком особо с этим производством так скажем не интересовался но вот за такие ножи которые самодельные вот кастомные то есть если что-то подобного плана делать у гриндер обязательно как мне кажется ничего вы не сгородить и вот болгарка и вот такими инструментами простейшими если это на постоянной основе вы делаете то есть если это хобби или заработок на если если себе то вообще смысла нету болгарка и хватит головой спуске спуске линзочку какую-нибудь ну как мы упоминаем главное не перегревать да собственно говоря вот так ну в принципе как мне кажется все темы осветили может быть что-то забыли как обычно основные основные аспекты да мы сказали но всегда вот чат в телеграм канале просто практически круглосуточно в нем или есть люди которые точно знают и то есть и приведут не просто они знают информацию они это делали то есть люди реально ну с практическим опытом или уже соответственно мы как бы ответим напишем такой вот группа поддержки собственно контакты есть наши кому что интересно можно задавать вопросы все ссылки в описании и собственно на этом можно закончить ну да я думаю спасибо вам за просмотр подписывайтесь на канал всем пока пока